Сбегать не с урока, а на урок теперь будут, похоже, все риотовские школьники. В школах появилось оборудование нового поколения, 3D-принтеры и даже настоящие роботы. Зачем? Узнаем из следующего материала. Имя этому крокодилу Матвей еще не придумал. Хотя животное уже прочно стоит на ногах, самостоятельно ест и даже с удовольствием похрапывает. Это не просто земноводное, это домашнее задание по информатике. Делаю, например, с крокодилом, сам пишу разные программы, вот тот же датчик, чтобы он рычал, открывал, закрывал рот. Ну, в общем, это очень весело, потому что можно делать и в любое время. Эти роботы – инвентарь для научной работы, и таких в лицее уже несколько. У каждого своя задача. Это, например, полигон. Ученики пятого класса программируют робота с учетом правил дорожного движения. Обычная пятиклашка может написать программу, потому что программа состоит не из каких-то заумных команд, а везде пиктограммы, картинки. Собрать ее очень просто. Главное – знать правила дорожного движения и знать, чего ты хочешь. У нас есть еще более интересный вариант робота, предназначен то ли же для пятых-шестых классов, но, честно говоря, с ним в прошлом году прекрасно играли одиннадцатые классы. У этого робота, кстати, есть имя – Валли, в честь знаменитого мультяшного героя. И навыки те же. Есть ультразвуковой датчик, а еще датчики касания, движения, звука. В общем, почти разумное существо. Теперь на уроках информатики появится еще одно наглядное пособие. Это 3D-принтер. С его помощью школьники смогут сканировать любой предмет в реальности и распечатать. Даже собственную миниатюрную копию в пластике. Но самое главное – он в корне изменит подход к организации урока. Это уроки другой формации, совершенно другой формации. Потому что обычный урок – это учитель говорит, ученик слушает. И в меру своих возможностей пытается понять и запомнить. А уроки с использованием нового оборудования – это урок-практикум, когда учитель только направляет и дает идею, а ребенок экспериментирует. Такие принтеры теперь есть в пяти школах Риотова. 3D-моделирование, которое уже появилось в программе 10 класса, перестанет быть просто теорией. Оно превратится в интересную практику.